В столице Латвии и Риги открылся саммит Европейского Союза с участием шести бывших советских республик. Двухдневная встреча проходит в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», нацеленной на интеграцию стран бывшего СССР в общеевропейское политическое и экономическое пространство. Участие России во встрече не предполагается. В программе «Восточное партнерство», запущенной в 2009 году, участвуют Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия и Белоруссия. Участники нынешнего саммита «Восточного партнерства» надеются на продвижение переговоров о безвизовом режиме и о членстве в Евросоюзе. Однако многие эксперты сомневаются, что итогом саммита станет принятие каких-либо конкретных документов. Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о вступлении страны в ЕАЭС, сообщает МИР24. Депутаты оказались практически единодушны и одобрили пакет документов о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС абсолютным большинством. За проголосовали 96 из 98 присутствующих. Эксперты утверждают, что свободное движение денег, товаров и рабочей силы внутри Союза оживит экономику республики. Наиболее выгодная интеграция, по их мнению, окажется для местных сельхозпроизводителей. Сирийская армия отступила из Пальмиры по утверждению командования, чтобы не подвергать разрушению уникальной античной развалины. Войска заняли оборону. После продолжавшихся более двух недель боев группировка «Исламское государство» вошла в Пальмиру. Город полностью находится в руках исламистов. По данным Сирийского центра мониторинга, за соблюдением прав человека под контролем группировки «Исламское государство» находится половина территории Сирии. Сами джихадисты в распространяемом ими пропагандистском видеоролике утверждают, что также захватили крупные газовые месторождения, расположенные к северу от Пальмиры. Несмотря на возражения Вашингтона, Багдад рассчитывает на продолжение оборонных контактов с Москвой. Этот вопрос стал одним из основных в ходе встречи президента России с премьер-министром Ирака. Россия будет стараться удовлетворить все возможные запросы Ирака на поставки оружия, чтобы эта страна смогла изгнать со своей территории ИГИЛ и прочих террористов. Путин напомнил, что российские компании, в том числе «Лукойл» и «Газпромнефть», осуществляют в Ираке крупные проекты, инвестируя миллиарды долларов. Визит Абади в Москву проходит на фоне неудач иракских военных, которые в ходе боев с боевиками группировки «Исламское государство» были вынуждены оставить город Рамадзи в провинции Анбар. О событиях в стране Кастак сообщает сотрудник столичного департамента госдоходов, подозревается в избиении полицейского в Кокшетау. Инцидент произошел еще в феврале текущего года на территории центральной площади города, где подозреваемый припарковал автомобиль под знак «Въезд запрещен». Затем он вышел из машины на замечание полицейских и сбил одного из сотрудников с ног. Данный факт был зафиксирован камерой наружного видеонаблюдения. Проводится следствие в отношении чиновника, избрана мера пресечения в виде залога. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Акмолинской области. Кастак сообщает в связи с прогнозом дождей местами сильных на отдельных горных реках Восточно-Казахстанской области ожидается формирование дождевых паводков, возможны разливы, подтопления. В ближайшие сутки, 22 мая, в связи с прогнозом сильных дождей на отдельных горных реках Алматинской области ожидается формирование паводков. В ДЧС обратились к жителям, гостям и туристам Алматы с просьбой воздержаться от поездок в горы и принять все необходимые меры безопасности в целях исключения чрезвычайных ситуаций. Казанформ сообщает с открытием границ поток рабочих мигрантов из России и Белоруссии в Казахстан значительно увеличился. Среднегодовое количество людей, приезжающих из Российской Федерации в Казахстан на работу, составляет около 7-8 тысяч человек из Белоруссии, 500-600 человек. Все они могут работать в Казахстане без квоты. Тем временем Федеральная миграционная служба России намерена существенно упростить получение трудового патента для мигрантов из дружественных государств. Сообщает коммерсант, согласно законопроекту, гражданам стран, в которых русский язык является государственным, больше не потребуют создавать обязательный экзамен по русскому языку, законодательству и истории Российской Федерации. В первую очередь речь идет о выходцах из Казахстана, Киргизии и Белоруссии, для легализации которых в Российской Федерации устранены дополнительные административные барьеры. Если законопроект будет одобрен, мигрантам из этих стран больше не понадобится создавать комплексный экзамен для получения патента на право работать в России. Напомним, до настоящего времени он был обязательным, обходился в 5000 рублей, в случае несдачи гражданам грозила депортация. Городским событием начались работы по капитальному ремонту дороги по улице Есет-Батыры. Они ведутся подрядной организацией ТОО КТП. Дорожный объект от проспекта Мира до проспекта Абай является переходящим. В прошлом году часть дороги от проспекта Мира до Киселева уже была отремонтирована. В этом году дорожникам предстоит отремонтировать дорогу по улице Есет-Батыра до пересечения с проспектом Абая. Протяженность участка составляет полтора километра. На эти цели выделено 260 миллионов тенге. Ремонтные работы планируется завершить до 1 сентября. Помимо того, в связи с проведением капитального ремонта дороги по улице Кунаева, с 22 по 25 мая планируется перекрытие участка от проспекта Нокина до улицы Айтики-Би. Почти полторы тысячи сайгаков погибло в Октябрьской области за три дня. 19 мая на территории Иргизского района в Иргизско-Тургайском резервате пало 67 голов. Через двое суток их число резко возросло. На месте падежа сайги работает специальная комиссия. По предварительной версии, животные погибли из-за пастерилеза. Так это или нет, станет известно после того, как будут получены результаты исследований. Забор необходимых для исследования материалов уже произведен и направлен в лабораторию. В течение 10 дней сотрудники ЛУВД ловили попрошаек в районе железнодорожного вокзала. 9 человек были задержаны. Среди них назойливые таксисты, горожане, предлагающие посуточное жилье, и представительницы древнейшей профессии. С 11 по 21 мая полицейские линейные управления провели оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка». Новый вид услуг предлагают Центры обслуживания населения. Теперь здесь можно будет получить архивные справки. Подтвердить трудовой стаж, размер заработной платы, возраст, образование, награды и пенсионные взносы. Услуга предоставляется в течение 15 календарных дней бесплатно. Все, что для этого нужно, собрать необходимый пакет документов. Дополнительную информацию можно получить на сайте электронного правительства или по номеру телефона 1414. Это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова